Когда дело доходит до свиданий, должен сказать, ситуация плачевная. Я серьезно, некоторые из вас мне прямо так и писали. Антонио так плохо, как сейчас еще никогда не было. Исследования подтверждают это мнение. Я сам только что закончил читать статью о том, что сейчас как никогда много одиноких людей. Однозначно, не все потеряно. Я только что наткнулся на замечательную тему на сайте Reddit. Все началось несколько дней назад. Один парень задал вопрос, ребята, которым раньше не везло женщинами, что вы сделали такого, что в корне изменило ситуацию? Ему пришли тысячи комментариев. Я отметил лучшие из них. Итак, во-первых, мне очень понравился этот вопрос, потому что в нем говорится о вещах, которые вы можете изменить, что-то улучшить, чтобы получить положительные результаты. Многие из нас имеют тенденцию хотеть, чтобы другие люди изменились. Мы хотим, чтобы женщины во всем мире изменились и внезапно начали хотеть с нами общаться, проводить с нами время, отвечать на наши звонки, хотя мы не можем контролировать их действия. Но что же конкретно вы можете сделать? Мне понравилось больше всего в комментариях, содержавших ответ на вопрос как раз то, что там были описаны действия, которые вы можете предпринять прямо сейчас, в 22-м году. Понимаю, многие из вас ребята могут сказать, «Антонио, да ладно, я для этого слишком не уверен в себе. У меня вопросы, у меня проблемы». Один из лучших комментариев от одного джентльмена, с которым я согласен на 100% звучит так. Начните больше рисковать, вместо того, чтобы постоянно все анализировать. Серьезно, все мы были влюблены в кого-то. Хотели пригласить девушку на свидание, нам могла приглянуться девушка в кофейне. И сколько раз мы чрезмерно много обдумывали свои действия. Я сам постоянно грешил этим, когда был одинок и ходил на свидание. Вы прокручиваете в голове худший сценарий событий. Вы впадаете в этот аналитический паралич, прежде чем успеваете сообразить, возможность уже упущена. Еще один хороший комментарий в нем, чувак формулировал вопрос так, «Можно ли как-то заткнуть свой мозг, чтобы перестать сомневаться в себе?» И мне понравился следующий ответ. Перестать считать неудачные попытки своими промахами, а начать считать их просто практикой. Представьте, что вы лучник. Вы прицеливаетесь и пускаете стрелу. Вы можете промахнуться, оказаться немного правее или левее цели. Ну, промахнулись, бывает. Вы же не сдаетесь? Вовсе нет. Вы продолжаете практиковаться. В общем, одна из отличных особенностей сайта Reddit заключается в том, что там случаются действительно глубокие дискуссии. Например, а что если все твои друзья лучники, и ты замечаешь, как они попадают в цель с первого же выстрела? Они стреляют и бам! В яблочко, а ты стреляешь и все мимо. Я очень хорошо понимаю этого человека. Мы обычно сравниваем себя с другими, потому что это дает нам понимание, в какой точке отсчета мы находимся. Но проблема со сравнением заключается в том, что это смерть счастью. Кому-то что-то дается легче, а что-то сложнее. Иногда дело воврожденной способности, ситуации, а может от нас вообще никак не зависеть. А следующий комментарий это, «А знаете что, я перестал слушать, что говорят люди, и начал наблюдать, что они делают. Я начал обращать внимание на невербальные сигналы». А что собой представляют невербальные сигналы? На самом деле, это язык тела. Это все, кроме того, что мы непосредственно говорим. Все мы знаем, как это происходит. Кто-то что-то говорит, но делает при этом совершенно другое. Если вы будете слушать только слова, вы будете сбиты с толку. Но если вы посмотрите на движения людей, вы все поймете. Вы когда-нибудь замечали, как люди сильно нервничали и не хотели с вами потом встречаться? Типа, да, увидимся позже, но вы никогда их больше не видели. Я хочу сказать, что вы все интуитивно можете почувствовать, и если вам нужно понять человека, вы начинаете обращать внимание на язык тела, на невербальные сигналы, и начинаете удивляться, как не замечали этого раньше. Итак, как же разобраться в языке тела? Я рекомендую читать на эту тему книги. Есть несколько отличных каналов на Ютюбе, в них рассказывается о языке тела, о невербальной коммуникации и как распознать эти знаки. Но лучшее, что вы можете сделать, это просто пойти на мероприятие, где присутствуют другие люди, и просто понаблюдать за ними. Станьте тем парнем, который слоняется из угла в угол, наблюдая за людьми и за тем, как они общаются друг с другом, как одни отстраняются от других, другие повторяют жесты, как один хочет сбежать, а другой открыт к получению информации и хочет общаться со своим собеседником. Еще один комментарий был о том, как одному парню стало больше вести с женщинами, когда он научился поддерживать разговор. Что ж, искусству быть хорошим собеседником можно учиться годами. Однако один из самых простых приемов, благодаря которому люди начнут больше говорить и больше вас любить, это проявлять любопытство, о чем они говорят. Вы слушаете и задаете подобные вопросы, основанные на том, что этот человек только что сказал. Большинство людей, когда другие говорят, ждут своей очереди поговорить. На самом деле они не слушают и не обращают внимания на слова собеседника. Вы же можете выделиться среди окружающих, выслушав другого человека, и попросить его рассказать больше деталей. Затем, в конце концов, я надеюсь, они дадут и вам очередь высказаться. Но, если даже нет, они закончат говорить, испытывая симпатию к тому парню, который по-настоящему выслушал их. Они не осознают, что большую часть разговора занял их монолог, они отвечали на ваши интересные вопросы. И сейчас эти люди чувствуют себя гораздо ближе к вам, потому что вы знаете о них больше. По словам следующего джентльмена, смена стиля и новая стрижка пошли ему на пользу. Раньше он носил слишком большие футболки, слишком большие джинсы, слишком просторные костюмы и слишком большие рубашки. Если у вас обычно оделосложение, носите одежду, которая вам подходит, подходит по фигуре. Не слушайте в этом вопросе маму. Это последняя фраза о маме звучит забавно, потому что в чате оказалось много парней, которые, очевидно, получают советы относительно моды от своих мам, и они начали поддакивать. Да, не слушай маму, а лучше поговори с кем-нибудь, кто разбирается в стиле, кто одевается лучше всех, кого ты знаешь. Попроси его оценить твой внешний вид. И это хороший совет. Попросить рекомендацию от того, кто в теме, и разбирается в нужных вопросах. Совершенно не обязательно, что любая женщина может дать вам хороший совет относительно стиля. Я бы посоветовал вам найти самого стильного парня в вашем офисе и попросить советы у него. Кроме того, он знает еще и куда ходить на шопинг, так что он сможет посоветовать вам места, где покупать одежду. Возможно, он сможет вам порекомендовать хорошего парикмахера. Тот парень упомянул смену стрижки. Я всегда рекомендую записаться на прием к лучшему парикмахеру или стилисту в вашем районе. Да-да, вы можете изменить своему парикмахеру. Да, вы можете ходить к одному и тому же парню с 12 лет. Давайте немного изменим эту традицию. Давайте пойдем к стилисту. Кому-нибудь, кто может быть захочет сделать вам милирование, как-то изменить ваш привычный образ. А когда вам сделают по-настоящему красивую стильную стрижку, которая может выйти в 2-3 раза дороже, чем вы обычно тратите на прическу, спросите специалиста, как вам самому воспроизводить тот образ, который вам нравится, когда вы глядитесь в зеркало. Следующий комментарий звучит очень по-философски, и многие даже не думают об этом, но очень многое зависит от времени. Так вот, один парень сказал, «Ты можешь быть лучшим парнем на свете, но для этой конкретно девушки вы не подходите, потому что просто для того, чтобы вы совпали, не то место и не то время». Это нормально. Другой парень резюмировал это словами, «Ты можешь быть самым сладким персиком на дереве, но если она не любит персики, вам не повезло». И мой любимый комментарий, «Вы можете быть совершенством, вы можете быть просто идеальны, но вы попали не по тому адресу». Если вы задумаетесь над этим, вы поймете, что дело в нужном месте, в нужном времени, в особой химии. В отношениях так много всего намешано. Если что-то важное не совпадает, все идет наперекосяк. Если нет искры, это не ваша вина. Следующий комментарий кажется очевидным. Один парень сказал, «Знаете, я весил 60-65 килограмм, но он начал ходить в спортзал и набрал 10 кило мышечной массы. Когда я нарастил мускулы на худосочный скелет, люди стали меня замечать. Множество других парней подключаются к обсуждению с репликами. Я похудел на 10 кило, а я похудел на 20 кило. Я перестал пить колу, каждый день и внезапно смог сбросить лишний вес». Эти парни не говорили, что нужно непременно иметь 6 кубиков пресса. Они говорили, что потеря нескольких кило придала им уверенность в себе. А все благодаря тому, что они стали ходить в спортзал. Я уже говорил об этом раньше. Просто пойти в спортзал. Даже после одной тренировки твои плечи расправятся. После тренировки вы почувствуете себя лучше. Да, мышцы поначалу могут болеть, но люди заметят, что в вас что-то изменилось. Вы станете выглядеть здоровее, кровь прильет кожу и цвет лица у вас станет лучше. Ребята, пусть забота о себе станет у вас привычкой. Заботьтесь о своем теле. Оно у вас одно на всю жизнь. Мы уже говорили про уверенность в себе, но вот еще один комментарий. Я дал новое определение уверенности. Раньше уверенность заключалась в том, что я не сомневался, что меня не отвергнут. А потом я понял, что уверенность заключается в осознании того, что если меня отвергнут, я смогу это пережить и двигаться дальше. Следующий комментарий довольно необычный. Я успокоился. И он начал рассказывать о том, как внезапно женщины начали обращать на него больше внимания, и жить стало проще. И многие спрашивали его, а что ты имеешь в виду под... успокоился. Он ответил, что перестал употреблять наркотики, перестал пить, бросил курить, отказался от порно, сахара, электроники, кофе, всего того, что его чрезмерно возбуждало. Он сказал, что он начал заниматься спортом, правильно питаться, читать книги перед сном, тратить больше времени на беседы с людьми. То есть изменения к лучшему очевидны. Но я не хочу сказать, что нужно всем отказаться от всего. Такие изменения глобальны и включают в себя много аспектов. Но мне импонирует то, что этот чувак указал на то, что в нашей жизни есть много того, что чрезмерно стимулирует нас. И если отказаться от этой стимуляции, вы сделаете большое дело. Многие парни также сказали, что они перестали рассматривать женщин как объекты, как будто бы они были призами, которые можно выиграть, и начали с ними общаться как с равными. Один парень, в частности, сказал, я записался в клуб для женщин, такие курсы, и начал узнавать их и относиться к ним как к своим братанам. Другой сказал, лучше всего обращаться с женщинами как с обычными людьми, вместо того, чтобы пытаться поставить их на пьедестал. Я знаю, что некоторые из вас, ребята, думают, что это очевидно, но сколько на самом деле у вас женщин в друзьях? Когда мне было 20 до 25 лет, у меня не было женщин-друзей. Мои сестры были моими единственными подругами, но я не знаю, засчитывать ли сестер, потому что, когда я находился в среде, в которой доминировали мужчины, в частности, в корпусе морской пехоты США, среди моих знакомых не было женщин-морпехов. Я хочу сказать, что наше отношение к женщинам тогда было очень сексистским. Даже в колледже у меня не было подруг. Я обращался к женщинам как к существам женского пола. И так было до тех пор, пока я не начал заниматься бизнесом и не стал проводить мастер-майнды. Когда я начал намеренно привлекать в свое сообщество женщин, я понял, что они умнее меня во многих различных областях бизнеса. И тогда же я понял, что могу дружить с женщинами и общаться платонически. Раньше я думал, что не смогу дружить с женщинами, потому что мне всегда будет мешать сексуальное влечение, даже если это так, не нужно им руководствоваться. Влечение не стоит во главе угла, и я понял, что на самом деле могу наслаждаться этой дружбой, и эти отношения открыли для меня другой мир. Я уверен, что не один такой. А этот комментарий мне особенно понравился. Знаете что, я был занудой, но изменился и стал интересным человеком. И, конечно, появились вопросы, как вы изменились к лучшему. Тот парень стал чем-то увлекаться. Здорово, когда вы говорите о том, что любите делать со страстью. И в других исследованиях, которые я читал, говорится, что женщинам не важно, о чем вы говорите. Но если вы говорите о своих увлечениях со страстью, если они видят, что вы чем-то увлечены, то знаете, что вы выглядите привлекательными в их глазах. Следующее высказывание. У меня есть хороший друг. Так вот, у него высокие требования к женщинам. Он считает, что они должны быть моложе определенного возраста. У них должен быть определенный тип телосложения. Они должны хорошо выглядеть, одеваться, и он охотится на девяток по десятибальной шкале. И ему не везет уже много лет. Вы можете сказать, «Все ясно, но я не хочу снижать свои стандарты». Но вы не понимаете, если вы забросите более широкую сеть, кто в нее может попасть? С кем не самая шикарная девушка может вас познакомить? Давайте я быстро расскажу о своей жене. Я встретил свою будущую жену, когда встречался с другой женщиной. Не то, чтобы я с ней встречался, нет, я с ней тусовался. Она была классной и очень привлекательной. Но внезапно я встретил еще одну из ее привлекательных подруг. Женщина, с которой ты тусуешься, не должна быть твоей женой или девушкой. У нее может быть сестра, или у нее может быть лучшая подруга, или подруга ее подруги. Вы можете перестать общаться, все может закончиться, но вы можете найти кого-то среди ее друзей, и это окажется та девушка, которую вы ищете, ребята. Не бойтесь просто закидывать более широкую сеть, вы узнаете больше людей, познакомитесь с ними, и у вас будет больше шансов. Что ж, господа, теперь я хочу услышать реакцию от вас. Что вы изменили такого в себе, что положительно повлияло на вашу личную жизнь? Вы стали ходить в спортзал, или стали лучше одеваться, или просто работали над собой? Что именно вы сделали? Напишите в комментариях под видео. Какое видео смотреть дальше, как насчет темы, почему мужчины отказываются от современного формата свиданий? Честно говоря, в этой теме много подводных камней, и там много проблем. И в этом видео я обсуждаю много деталей, и если вам понравилось сегодняшнее видео, вам понравится и это. Посмотрите его. Не пожалеете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!